Городской сад, он стал настоящей туристической жемчужиной. Особый интерес вызывают новые лавочки. Они изготовлены в едином стиле. К каждой скамейке прикреплена табличка с информацией о владельце и надписью послания. По заявкам предприятий различных форм собственности и обычных горожан, работники жилищно-коммунального хозяйства установят 20 скамеек уже на этой неделе. Разместят их вдоль дорожки, которая ведет от валуна городской набережной. К большому счастью откликнулось достаточно большое количество людей. У нас много замечательных, креативных, как выяснилось, горожан, которые пожелали установить свою именную скамейку в нашем городском саду. Все задают один и тот же вопрос, хватит ли места для скамеек в этом городском саду. Уверяем, что места хватит всем. И все желающие, которые захотят принять участие в этой акции, еще могут принять в этом участие. На инициативу откликнулись как крупные, так и небольшие предприятия, а также пять брещан. Слоганы компании, признание в любви, да и просто пожелания. Никаких ограничений, надписи могут быть любые. Марина Давидовская одна из первых, кто решил оставить на любимой скамейке свою маленькую историю. Добрым людям с добрыми пожеланиями. Человек, который присядет на эту лавочку, всегда заострит внимание на такую надпись. Уже три года я здесь нахожусь. Мой отец был родом из Беларуси, как оказалось, из Брестской области. Я нашла здесь очень много друзей, родственников, знакомых, которые останутся здесь после того, как закончатся мой контракт, и я уеду в Казахстан обратно. Подтверждение того, что частичка моего сердца остается с Брестом, с моими родными и знакомыми, вот решила установить лавочку с надписью «Добрым людям с добрыми пожеланиями». Я уверена, что все брещане являются добрыми людьми, поэтому и залогом того, что эта лавочка просто и долго, без всякого мародерства и вандализма. Благоустройство городского сада продолжается. Концепция развития этого объекта предполагает появление новых зеленых зон и арт-композиций. Сад – это живой организм, и, безусловно, он требует постоянного совершенствования. Есть еще очень много места для того, чтобы высадить здесь молодые зеленые деревья, но это уже, наверное, в перспективе следующего года, потому что небывалая теплая погода заставила нас заняться посадкой деревьев уже в феврале, в марте. И в апреле мы уже эти все работы по городу закончили. Кроме этого, достаточно много напрашивается мест для установки различного рода арт-объектов. Возможно, это будут инициативы от наших брещан, от кого-либо. Мы готовы их принять.